Привет, ребят! В этом видео я расскажу о том, стоит ли сейчас переезжать из России в Австралию на постоянное место жительства. Постараюсь рассказать об этом честно после недавнего путешествия по России. Я пообщался со многими людьми, которые живут как в крупных городах, так и где-то в глубинке, на селе. Пообщался с многими из вас, с подписчиками. И также мы постараемся разобрать массу комментариев, которые вы оставляли под видео. Итак, позвольте зацитировать, что многие из вас считают. Значит, в России, из России нужно однозначно уезжать, и чем раньше, тем лучше. Тут нет будущего, тут все становится только хуже. Народ беднеет, а верхушка богатеет. Политики слишком долго засиделись во власти и подгребли все под себя. Что все эти ура-патриоты давно отправили детей и семьи в Англию, в Америку, в Израиль и на Кипр. Вместо того, чтобы развивать экономику, тратить миллиарды на Сирию, на Украину, на скупку американских ценных бумаг, на Крым, народу повышает пенсионный возраст. Эта жопа была всегда. Полицейское государство, криминал 90-х, колонии строгого режима прикоммунистов, чертова кризиса и революция. Когда в России только отменили крепостное право, в Америке уже начинали строить метро. За 20-30 лет рисовой Китай стал производственной империей. Эмираты построили оазис в центре пустыни, а в России до сих пор пилят народное бабло. Народ держит за быдло. Все дорого, денег не платят. В то время как чинуша в Москве сжирубезится, в регионах зарплата по 6-7 тысяч. Производства нет, дорог нет, образования нет, медицины нет. Все, сука, платное. По зомбоящику смотреть нечего, одна киселевщина. А еще увеличивают тарифы на ЖКО, поднимут налоги, растет цена бензина. Статисты, не будем говорить, кто именно, говорят, что в России происходит небывалый рост по заработной плате. Кого они хотят обмануть? Тут жить нельзя, тут выживают. И доживают далеко не все. Из России нужно уезжать, и чем раньше, тем лучше. Вот. Однако есть и противники такой точки зрения. Не верите? Ну, почитаем. Да вы че, кому вы нафиг нужны за бугром? Вы только ноете, что все плохо, а жопу от дивана не пробовали оторвать. Вы все ждете, что вам кто-то за просто так что-то принесет. Что вам бабло от нефти и газа перечислят, как в Эмиратах. Хватит пялиться в ящик. Вам нигде за так ничего не дадут. Ни в РФ, ни за бугром. Везде работать надо. Не нравится 10% налогов в РФ? Езжайте в Австралию, платите 30%. В принципе, отчасти, правда. Или в Европу и платите половину налоги. В Раше можно реально получать хороший доход, если крутиться. Хрен вы построите бизнес за бугром. Там все до вас уже сделали. Надо работать на развивающихся рынках. Да, взятки, да, откаты. Зато все вопросы быстро решаются. Если знать, уметь как. А за бугром на все нужны лицензии. И побору будут не меньше. Чиновники нигде своего не упустят. Да, тут непросто. А где просто? Короче, кто хочет работать, тот заработает на хлеб и на масло. Но есть и другое мнение. В России, конечно, масса проблем. Но тут однозначно становится лучше. Может, не так быстро, но реально Россия 90-х, а Россия сейчас два разных государства. То Европы, Америки, Австралии, что были 20 лет назад, уже нет. Там накопилась масса своих проблем с уровнем жизни, с мигрантами и безработицей. Так что прежде чем кому-то что-то тупо доказывать, надо 10 раз подумать и все взвесить, чтобы не упустить шанс, но и не потратить 10 тысяч долларов или 3-5 лет впустую и не вернуться обратно. Вот так, ребята. А кто же на самом деле прав? А правы на самом деле все. Почему? Мне кажется, потому что мы отчасти не понимаем всего смысла, глубины смысла, которые мы вкладываем в эти слова. Ну, допустим, смотрите, раньше, если мы жили в городах, в селах, в деревнях, не было интернета, не было соцсетей. То есть мы жили в одинаковом обществе, видели одинаковые проблемы, проходили через одинаковые трудности, обсуждали. То есть сейчас под видео, когда приходит народ и комментирует, кто-то может с крупного города, кто-то вообще с богом забытого села или деревни, кто-то комментирует с Калининграда, кто-то с Владивостока или Сахалина, кто-то с Краснодарского края, кто-то откуда-то, не знаю, с Петрозаводска или с Алтая. И смысл слов, которые мы вкладываем, ну, например, когда москвич говорит жопа, да, в Москве жопа, что это значит? Ну, допустим, человек ехал, да, колесом заехал куда-то в яму, в незакрытый люк, повредил машину, у него есть шанс спуститься в метро. Метро стало гораздо сейчас лучше, замечательные поезда, вообще целые тематические поезда, посвященные той или иной тематике. Лестницы даже сейчас в метро с подогревом делают, в поездах телевизора вмонтировали, на которых показывают новости, какие-то интересные факты, в том числе и с Ютьюба. Ну, вот, ну, жопа, ну да, бывает. А когда кто-то из деревни пишет жопа, это означает, что человек вот вышел из дома и сразу появится у вяз в грязи. Там вообще дорог нет, там транспорта никакого вообще нет, там вообще ничего нет. То есть народ там либо вымер, либо переехал, либо спивается. Вот там вот жопа, понимаете? И когда мы говорим вроде бы слово одно, но понятия мы вкладываем разные. И получается так, что вот с развитием интернета, с развитием вот этих технологий, если раньше люди как-то жили, то есть, ну, такое же село рядом, да, какой-то поселковый центр, ну, Москву там можно в фильмах посмотреть, то сейчас залезаешь в интернет, можно посмотреть все в реальном времени через веб-камеры. Естественно, смотришь, как люди живут в других странах, в той же Австралии, естественно, хочется жить так же. Если хочется жить так же, если вы стремитесь к этому, то однозначно вам надо переезжать, вот, безо всяких вопросов. Другое дело, что найти средства на переезд может быть не так просто, но если у вас есть это желание, его надо обязательно использовать. Если вы переедете, вы ни за что не будете жалеть о том, откуда вы уехали, вы ни за что не захотите обратно возвращаться в эту грязь, в эту вообще богом забытую сел и деревню, то есть вас даже не будет тянуть обратно. Я понимаю многих, которые занимаются каким-то животноводством или фермерством, кажется, вот такая большая Россия, можно поднять бизнес. Сколько вообще иностранцев приехали в села в российские, хотели поднять этот бизнес и обломали себе зубы, обанкротились, уехали обратно. Если вы не хотите жить где-то в крупном городе, любите работать с землей, ребят, однозначно переезжайте, даже, может быть, если не в Австралию, какие-то, не знаю, другие страны, в Европу, в Новую Зеландию, в Америку, вы будете зарабатывать те же 4-6 тысяч в месяц, но в долларах. И у вас будет и уровень жизни гораздо лучше, у вас будет новая, современная, хорошая техника, вы будете обладать новыми технологиями. То есть, ребят, вы абсолютно ничего не потеряете. И если вы хотите уехать, то лучше уехать, потому что если вы не используете этот шанс, то у вас останется только одна дорога, по наклону вниз, то есть, ну, элементарно спиваться. Ваше лето будущее, вы принимаете решение сами. Что же касается тех ребят, которые говорили, что в Австралии вы нафиг никому не нужны, у вас никакой не получится бизнес, что бизнес надо строить в России, они тоже абсолютно правы. Почему? Потому что если вы работаете в бизнесе, если вы знаете все эти ходы и выходы, да, коррупция, да, взятничество, но вы знаете, кому как подмазать, вы знаете, кому как дать, где поднажать, и у вас есть определенные связи, то если вы уедете в Австралию, естественно, у вас связи этих нет, вы просто останетесь, ну, как вот вообще без всех инструментов. То есть, вы элементарно не сможете здесь работать, потому что за границей, в том числе и в Австралии, весь бизнес работает все совершенно по-другому. Здесь никак вам не ускорит процесс, никак вам ни с кем не договориться. Вы будете на общих основаниях, вы будете жаловаться, да почему же, черт возьми, в Австралии все так долго работает. А здесь на самом деле все так долго работает. И многим кажется, что в Австралии, допустим, нет какого-то бизнеса, вот приехать развить, чушь, на самом деле этого бизнеса нет не потому, что никому в голову эта идея не пришла, а потому что она здесь тупо не нужна. Взять Австралию с ее 24 миллиона, да в Москве в одной живет больше. Вот взять, допустим, центр Брисбена, да, не знаю, вот видно или нет, да это, центр это вообще-то ничто. Это Сидней тоже по сравнению с той же Москвой или Питером, это ничто, это чуть, не знаю, в два раза больше, чем только один Москва-Сити. Все, а вокруг вот деревня. Где вы здесь будете развивать свой бизнес? Если вы уже потратили время, если вы потратили определенные финансы, вложились, если вы знаете, как все это работает в России, вы живете где-то в Москве, там, не знаю, в Питере или в Краснодаре, или еще где. Если у вас рабочий бизнес, на кой черт вам Австралия, на кой черт вам Америка, на кой черт вам Европа? Вы можете там хорошо жить, вы можете себе позволить раз или два раза в год выбираться в какие-то теплые страны в качестве туриста. Вы можете приехать сюда же в Австралию, посмотреть, погладить этих хенгуру, этих кал, не знаю, прокатиться, посмотреть в большой барьерный риф, поплавать с акулами и уехать обратно. У вас будет все хорошо, нежели чем все бросить, загубить все дело на корню, приехать сюда и не факт, что у вас здесь вообще хоть что-то получится. Как показывает практика, бизнесмены сюда переезжают, которые по бизнес, они элементарно просто переводят семьи и часть своего капитала в тихую гавань, вот и все. А заниматься бизнесом, здесь надо просто изначально родиться и жить. Так что, ребята, да, несмотря на всю ту коррупцию, которая в России, несмотря на все то взятничество, на все те минусы, ну, живет же народ, ну, в России живет 146 миллионов. Конечно, кто-то выживает, но я могу сказать по некоторым своим знакомым, своим друзьям, ведут бизнес, работают честно по отношению к клиентам, по отношению к своим коллегам. Да, конечно, кому надо подмазать там с чиновником, где-то надо дать взятки, не без этого, но работают, живут, развиваются. А что делать? Нормально, нормально живут, строят свои дома или покупают хорошие квартиры, делают уютным свое жилье. Об этом говорил в предыдущих видео, что жилье в России, мне кажется, гораздо более уютное, несмотря на то, что оно меньше. Так что, да, если вы вот человек такой, что любите крутиться, вертеться, который любит деловитость, вам в Австралии, ну, действительно, будет делать нечего. Ну, вам покажется, здесь все очень долго, все очень нудно, все очень долго раскачиваются. Если в России какое-то дело можно сделать в течение недели-двух, здесь у вас на это уйдет месяц-два, и вы просто будете офигевать. Да почему же в Австралии все так долго? Вот. Потому что так шумно, да? Никак это последнее видео до конца не допишу. На чем остановился? А, да, есть также ребята, которые считают, что в России все становится гораздо лучше, за границей становится хуже, и надо 10 раз подумать до переезда. И тут я абсолютно с вами согласен. Почему? Потому что, действительно, те изменения, которые я вижу в России, особенно в крупных городах за последний год-два-три, это, ребят, просто колоссальные здания новых построили, инфраструктура хорошо развивается. Москва, Питер сейчас одни из самых лучших европейских городов. Мы поездили по Европе, в Германии, во Франции, в Чехии, в Италии, в Швейцарии побывали. Ребят, я честно могу сказать, Москва, вот такой вот город для жизни. Да, конечно, были летом, мы были зимой. Даже сейчас, когда были вроде бы осень, но все равно там столько всего, что можно найти и для себя, и для детей. Конечно, многие, многие такие вот развлечения кажутся дорогими, но, как говорят, нет дорогих цен. Есть малозарабатывающие люди, которые не могут себе это позволить. Но, однако, они не стоят пустые, приходят люди, то есть, работает, дело-то идет, работает, развивается. И даже люди сами, я заметил, в Москве и Питере стали совершенно иными. Больше добродушия, больше открытости. Почему? Ну, возможно, потому что люди стали больше путешествовать, стали видеть мир. Я не скажу, что вся Россия такая, как многие говорят, Москва и Питер, это не Россия. Да, но если вы живете в таких крупных мегаполисах, если у вас свое жилье, если у вас хорошая работа, то вам действительно стоит 10 раз подумать, а стоит ли вам вообще перейдеть сейчас в Австралию. Я не скажу, что в Австралии такие проблемы, как в Европе, то, что показывают по телевизору. В Австралии нет проблем с иммигрантами, нет безработицы. Те, кто хотят работать, здесь работают. А иммигранты, по сравнению с тем, что творится в Европе, здесь вообще проблемы ни о чем. Так что, да, если вы привыкли к такой активной жизни, то, возможно, в Австралии вам покажется просто скучной. Ну, допустим, вот позади меня центра Брисбана, да, Сити. Что такое? Это мелко, это в два раза больше, чем само Москва-Сити. А если взять Москву, Москву, которая там, не знаю, за 20 миллионов уже больше, здесь во всей Австралии всего 24. Так что вы понимаете, размах здесь совершенно иной. И сами города здесь совершенно другие, фактически центр, а вокруг центра вот такое вот село. И да, возможно, вам покажется, что здесь так все чистенько, убрано, люди живут в хороших домах. Но эти хорошие дома у многих куплены в кредит, а чистые убраны только потому, что вы за все за это платите из своего кармана. Поэтому так все чисто. Так что, да, ребят, Москва, Питер сейчас одни из самых лучших городов в Европе. Говорю это абсолютно честно. Мне также известны случаи, когда ребята приезжали из крупных городов в Австралию и потом возвращались обратно. В основном возвращались по причине того, что у них была хорошая работа, хороший доход. А самое главное, наверное, это авторитет и уважение в обществе. Но когда вы переезжаете в другую страну, например, в Австралию, вам придется все начинать с чистого листа. И для многих это кажется просто настолько тяжелым, что фактически неподъемным. Для ребят это может быть проще. Сразу как ищут работу, вливаются в общество. Элементарно некуда думать об этих проблемах. Ну а девчатам? Девчатам, конечно, тяжелее. Особенно тех, у кого дети. Потому что садики дорогие, фактически приходится оставаться дома и сидеть в четырех стенах неделю, две, месяц, два. Это превращается уже из такого отпуска в какое-то затворничество. И потом начинаются какие-то конфликты в семье. И в конце концов люди либо разводятся, либо обратно переезжают в Москву или Питер. Такие случаи тоже были. Так что, ребят, да, вам стоит хорошенько все подумать. Если вы хотите ехать в Австралию на обучение, как многие спрашивают, имеет смысл ехать сюда с прицелом на получение гражданства. На получение постоянного места жительства и впоследствии гражданства. Потому что иметь два паспорта в карманах, это вообще очень круто. Это открывает границы, и вы будете уже как бы совершенно другим человеком. Как показывает практика, по-житейски все равно наши дружат с нашими. И будь то в Австралии, будь то в других странах. И без вот этого общения на родном языке, вспоминания от того, что было до переезда, без этого очень на самом деле тяжело. И если бы у меня не было друзей, если бы не было знакомых, то вполне возможно я бы через некоторое время вернулся обратно. Призываю ли вас переезжать? Нет, ребят, не призываю. Как говорил я во всех предыдущих видео, говорю сейчас, думайте своей головой. Я свой выбор сделал в свое время, об этом совершенно не жалею. Но, как вы видите, есть и другие товарищи, которые переехали в Австралию, и в принципе и другие видеоблогеры, у которых все сложилось совершенно иначе. Так что да, ребят, у каждого свой индивидуальный путь. И каждый может пройти эту дорогу только сам, сам личный. Пока вы сами в это дело не окунетесь, пока вы сами не пойдете по этому пути, никто вам ничем помочь не сможет. Этот выбор только ваш. А я надеюсь, что все мои предыдущие видео, так же, как и это видео, помогли вам сделать тот или иной выбор. Я также благодарен за все ваши теплые слова, за все ваши пожелания, за всю вашу благодарность, которую вы говорили на наших встречах в Москве, а также, когда мы ездили по городам России, ребят, я это очень и очень высоко ценю. И надолго мне это все останется в памяти. Так же, как многие ваши сувениры и подарки. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что мои видео были для вас полезны. И желаю вам удачи в исполнении всех ваших желаний. Пока!